Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 11 января, по празднству Рождества Христова, православная церковь совершает память мучеников 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных. Святые мученики 14 тысяч младенцев убиты царем Иродом в Вифлееме. Когда пришло время совершения величайшего события, воплощения Сына Божия и рождения Его от Пресвятой Девы Марии, восточные волхвы увидели на небе новую звезду, предвозвещавшую рождение царя Иудейского. В тот час они направились в Иерусалим для поклонения родившемуся, а звезда указывала им путь. Поклонившись богомладенцу, они не вернулись в Иерусалим к Ироду, как он приказывал им, но, получив откровение свыше, ушли в свою страну иным путем. Тогда Ирод понял, что замысел его найти младенца не осуществился и приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых детей будет и богомладенец, в котором видел соперника. Погубленные младенцы стали первыми мучениками за Христа. Гнев Ирода обрушился и на Симеона-богоприимца, который всенародно свидетельствовал в храме о родившемся Мессии. Когда святой старец скончался, Ирод не допустил, чтобы его достойно погребли. По повелению царя был убит святой пророк, священник Захария. Его умертвили в Иерусалимском храме между жертвенником и алтарем за то, что он не указал, где сын его Иоанн, будущий креститель Господа Иисуса Христа. Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода. Его постигла лютая болезнь, и он умер заживо с единой червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний. Убил первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, свою жену Марианну и трех сыновей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона. Вифлеемские младенцы стали первыми мучениками за Христа, пролившими свою невинную кровь за Спасителя мира. Хотя они сделались мучениками бессознательно, но это произошло по промыслу Божию. После крестной жертвы Спасителя страдание за Него становится для человека свидетельством веры. Ведь по-гречески «мученик» значит «свидетель». Но что можно говорить о праведниках Ветхого Завета, страдающих за истинного Бога еще до пришествия Христа, или о страданиях вифлеемских младенцев, сверстников младенца Спасителя? Без сомнения, они важны для Бога ничуть не меньше новозаветных, с той лишь разницей, что Христос пострадал за них на кресте и освободил от греха, проклятия и смерти после их земной жизни. Царь Ирод Великий, узнав о новорожденном царе Иудейском по пророчеству, появившемуся на свет в Вифлееме, и опасаясь, чтобы он не отнял со временем у него царство, послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже. По преданию, их было 14 тысяч. Не зная, где именно находится Иисус, Ирод желал в числе этих невинных страдальцев погубить новорожденного Христа. У этих младенцев не было выбора. Они еще не осознали жизнь с ее превратностями, ни у кого из них не спросили, выбирают ли они этот путь или нет. Но именно такой была их дорога в Царство Небесное. Так за несколько мгновений страданий и мучений младенцы обрели блаженную вечность, обрели то, чего святые достигали подвигами и трудами всей жизни. Вифлеемские младенцы наследовали себе вечную жизнь в сонме ангелов. Для них страдания были той таинственной дверью, которая привела их в Царство Небесное. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Маркела Апамейского, игумена обители Неусыпающих, преподобного Василиска Сибирского, преподобных Марка Грубокопателя, Феофила и Иоанна Печерских в ближних пещерах, преподобного Феофила Омучского, преподобного Лаврентия Черниговского Проскуры, преподобного Фаддея Студита Исповедника, священномучеников Павла Анушкина Пресвитера и Григория Смирнова Диакона, священномучеников Феодосия Беленького Пресвитера, мучениц Натальи Васильевой, Натальи Силуяновой, Евдокии Гусевой, Анны Боровской, Матроны Наволокиной, Варвары Деревягиной, Анны Поповой, Евдокии Назиной, Ефросиния Денисовой, Агриппины Киселевой и Натальи Сундуковой. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! КОНЕ OUTario ДЕНИСКОВОРИТ В Две К Lego